добрый день уважаемые коллеги очень приятно видеть списке участников много знакомых имен спасибо за ваш интерес спасибо за ваше доверие постараюсь его оправдать я также рад приветствовать новых слушателей надеюсь что вас не разочарую вот поскольку сегодня первый вебинар достаточно большого цикла который мы запланировали площадке директ академия посвященную авторскому праву широком смысле этого слова я позволю себе небольшое лирическое отступление несколько слов о том что мы с вами будем ближайшие месяцы изучать если вы конечно сочтете это для себя необходимым авторское право ползала в нашу жизнь и профессиональная деятельность достаточно медленно я неплохо помню те времена когда можно было позволить себе ничего не знать об авторском праве даже о его существовать и в общем то я думаю что большинство из тех кто меня слушает тоже в общем времена застали дальше конфликт развивался по нарастающим с начала нулевых годов масштабы проникновения постепенно расширялись процессы ускорялись сейчас те масштабы усилились как никогда постоянно возникают на все новые проблемы и вопросы некоторые вещи которые сейчас стоят на повестке дня общем пять лет и слов то таких мы не знали или опять-таки могли себе позволить не знать что с этим делать естественно поскольку наша профессиональная деятельность прежде всего профессиональная деятельность стала подвержена в очень больших масштабах влиянию предписание авторского права возникла необходимость как с ними познакомиться в общем ничего сложного в этом с одной стороны нет потому что писали люди зачастую писали достаточно понятно и прозрачно вообще считаю что четвертая часть гражданского кодекса там где говорится об авторском праве написано просто замечательно вот понятно простому человеку что для этого нужно ну вот я специально положил чтобы вам показать вот этот вот приблизительный объем пугаться не надо потому что да вот давайте я крупно покажу не все не все страницы из этих талмудов нужно прочесть для того чтобы во всем этом ориентироваться за полгода управимся то есть если так поставить себе цель целенаправленно к ней идти в принципе за полгода можно сформировать достаточно хорошее представление об основных положениях авторского права проблема в том что ни у кого из нас нет свободных шести месяцев ну и кроме того что постоянно еще нужно потом эти свои знания обновлять мониторить ситуацию некоторое время назад но некоторое время тут достаточно много лет я задался целью как-то эти знания систематизировать чтобы можно было их передавать какой-то предельно краткой емкой форме сформировать соответственно человека далекого от системы авторских прав какое-то такое общее понимание сначала я пытался выбрать основные положения системы авторского права на их основе сформулировать некие простые структуры которые вы вот этому общем пониманию способствовали что-то порой получалось что-то получалось не очень но очень быстро я пришел к выводу что с их помощью на практическом уровне большинство задачи которые мы постоянно сталкиваемся невозможно решать сталкиваемся мы именно мы как люди постоянно действующие в системе научных коммуникаций и в системе высшего образования в шар сам широком смысле этого слова наши практические проблемы исключительно с помощью этих положений неразрешима тогда я пошел другим путем попытался выделить только тот узкий круг практических проблем которые у нас с вами превалируют вот и рассматривать влияние авторского права только на них ну как пример вот если в авторском правил такой небольшой серфинг значит в интернете сделаете наиболее популярные вопросы это вопрос используем чужого контента вопросы лицензии защиты прав в интернете вот то проблемы которые волнуют нас они и иные более того проблемы которые волнуют нас они зачастую практически не волнуют юристов потому что крайне редко встречаются в их практической деятельности в общем дело пошло у меня немножко веселее но все равно огромный круг вопросов оставался который просто невозможно было осветить если я оставался в сфере действий исключительно авторского права многие вопросы корнями уходящие в систему авторского права и каких-то положений авторским правом действительности не регулировать это было большой проблемой в этой проблемой остается в результате я пришел к выводу что нам не уходим несколько иной угол зрения который позволял бы наши именно подчеркиваю наши специфические вопросы в сфере высшего образования в сфере науки рассматривать с учетом всего множества тех нормативов и правил которые на их решение влияют это более сложный путь но я тут не вижу никакого иного выхода отсюда собственно говоря и название нашего сегодняшнего вебинара авторское право современном университете подчеркну кто диктует правила которым мы подчиняемся то есть мы с вами рассматриваем все сквозь призму совокупности существующих правил самых разных это не совсем авторское право я должен подчеркнуть сейчас к нам забрел бы случайно профессиональный юрист который соответствующей сфере специализируется то во многом был бы со мной не согласен возможно недоволен или даже возмущен скорее это не не только авторское право но такой сложный неоднозначный комплекс самых разных факторов которые оказывают на нашу ситуацию порой даже уж более серьезное влияние чем положение правовой системы я позволю себе хочется как-то это пояснить позволю проиллюстрировать таким отвлеченным примером который наверняка близок большинству из нас то есть либо мы сами с этим сталкивались либо кто-то из наших близких либо знакомых либо мы знаем подобной ситуации перемещение товара через границу ну подчеркиваю товаров не не в рамках коммерческой деятельности да когда мы наш бизнес мы покупаем продаем да когда мы везем для себя сами непосредственно перемещаясь через границу или или по почте разницы нет на возможность без препятствий нового различных товаров влияют официальные правила в общем эти правила где-то прописаны например всегда знаем сколько литров алкогольных напитков мы можем вести и где-то есть искать доступная информация которую можно легко получить или что касается лекарств вспомним к видные времена которые все никак нас не отпустят какой-нибудь иксмицин который вообще находится списке запрещенных лекарственных препаратов и его возить нельзя вот или даже бывают ну экзотические вещи вот жизнь подарила буквально буквально вчера такую замечательную вещь оказывается можно и вести через границу рог шерстистого носорога который благополучно вымер 13 тысяч лет назад что роднит все эти совершенно разные предметы еще что общего между там алкоголем иксмицином и рогом шерстистого носорога это то что тот или иной запретных провоз выражен в явной форме то есть информация об этом доступна поиска как как правило не представляет большого труда вот я допустим я заходил на просто на сайт федеральной таможенной службы вчера чтобы обновить свои знания там длинный список разбиты по по типам в общем информацию можно получить вот эту ситуацию можно оценить немножко не академично да как комфортно и с точки зрения юридической определенности даже даже привозе этого рога мы всегда знаем о существующем запрете или ограничении и можем легко получить информацию что будет если мы этот запрет нарушим ну кстати история с рогом она как раз таки показывает что дама которая его везла на общем понимала что дело незаконное поскольку она его завернула и прятала под одеждой зачем был ей нужен рок не знаю история умалчивает что там вообще что регулирует именно защиту вымерших шерстистых носорогов я не стал проверять хотя какая-то очень такая брутальная история потому что в сми написано что и до 12 лет грозит муж я не знаю в общем то она явно носорога то не убивала да и при всем желании не смогла но почему-то такая ответственность значит еще раз подчеркнул ситуация для нас лично может быть достаточно некомфортной а вот если мы возьмем те же лекарства не так давно достаточно много было сообщений когда люди попадали под уголовную ответственность просто потому что если жизненно необходимые лекарства для своих близких ситуация к сожалению такая нам понятная жизни жизнь вот она печально этих людей жаль вот но тем не менее существовала некая юридическая определенность который исходя из которой мы могли с вами ту или иную стратегию планировать либо может найти какой-то иной путь для ввоза или заранее позаботиться об адвокате или отказаться от этого действия вообще если такая возможность у нас есть конечно случае лекарство нам сложнее вот то есть можно как-то прогнозировать делать свободный выбор и планировать последствия заранее но та же самая ситуация складывается по-иному если речь заходит о том что на казенном языке называется товарной партии сайта исправил перемещение товара федеральная таможенная служба скопирована вчера есть понятие товарной партии и вот мы видим что ограничение по количеству товаров по частоте перемещения товаров одним и тем же лицом определяется инспектором это вообще моя таскать любимая формулировка на усмотрение инспектора вот эти вот невинные выражения характера и количество товара частоты перемещения товаров одним гражданином или в его в адрес это такой очень коварный капкан потому что как будет усматривать инспектор на основании чего как и когда эти основания меняются зачастую тайна за семью печать я думаю какие-то внутренние инструкции это может быть распоряжение которое утром он получил на планерке это может быть вообще его извините сказать психологическое состояние в данный момент насколько он там расслаблен добр или наоборот зол решительно непонятно и вот такова ситуация я называю опять-таки не академично предельно некомфортно с точки зрения неопределенности последствий любит такая ситуация сфере действия авторского права точнее той сфере которая у нас возникла и хаотичным образом сложилась вот именно в этом месте в сфере научных системе научных коммуникаций как это проявляется в системе научных коммуникаций ну вот давайте нам достаточно близкий пример возьмем диссертацию диплом статью вот при проверке текста который нам в общем сейчас в нынешней текущей ситуации практически не избежать нигде вот мы получили такие результаты у нас есть три текста у одного значит показатель 80 процентов у другого 70 процентов у третьего 55 процентов о чем нам эти показатели говорят ну большинство составляющие сообщества имеющие отношение к высшему образованию скорее всего скажет что на первом случае это отлично и очень хорошо во втором весьма неплохо в третьем но вот слабовато никуда не годится я думаю что те кто меня сейчас слушает люди продвинутые в этом отношении вы скажете что вообще-то важно не то то из чего данном случае состоит вот этот вот серый остаток конечно вы будете правы но на самом деле важно важно не это случае произвольно говорю сразу то есть важно не цифры а то какие именно нормативы в каждом конкретном случае будут влиять на вердикт возьмем опять-таки произвольно то есть 80 процентов что якобы отлично причем отлично с точки зрения в том числе очень уважаемого вуза который я думаю что в любых рейтингах мыслимых и немыслимых в российской федерации всегда войдет пятерку а может быть даже в тройку вот и значит есть у них официальный документ который делся к сайту регламент организации проверки письменных учебных работ студентов который говорит что значит по сути да если доля оригинальности 80 процентов и выше то информация об этой вкр там систематизирована проверка где-то в каком-то общем месте то есть эта работа просто пойдет дальше текст будет как-то проверяться только при условии выявления во время первичной проверки процента заимствования более 20 процентов во всех остальных случаях по мнению уможаемого вуза то есть если процент заимствования меньше 20 процентов то это и не плагиат согласны ли с этим авторское право а категорически нет то есть ситуация при которой допустим человек там на 80 процентов работу написал самостоятельно 19 хорошо не 20 19 с половиной процентов это он просто взял и позаимствовал скажем так где-то у кого-то целую главу и вставил свою работу под своим именем она будет совершенно неприемлемая и хотя с точки зрения вуза в данном случае эта работа будет принята она пойдет на защиту при соблюдении там прочих условий достаточного качества человек получит диплом уважаемого вуза высшим образованием с точки зрения авторского права эта работа будет мягко говоря незаконна что касается остальных работ давайте возьмем 70 процентов хорошо 70 процентов я очень не люблю выражение оригинального текста но какой-то там текст которому нет вопросов скажем так а если этот остаток то есть 30 процентов будет составлять самоцитирование черты самоцитирование о котором мы пять лет назад не подозревали что такая вообще проблема существует или может существовать вот то что сделает система авторский прав она просто поинтересуется вообще-то сказать эти работы когда они издавались ранее передавались ли на них исключительные права именно на эту часть текста случае отрицательного ответа дальнейший интерес у ювистов к этой работе будет полностью утрачен вот же пропустят эту работу только в том случае если вот их дурацкий надуманный показатель который с легкой руки коммерческой структуры который прошу заметить никто не наделял правом нормотворчества под названием процент оригинальности показатель не больше 70 то вуз это пропустит точно так же скорее всего поступит и диссовет а вот редакция научного журнала получив текст такими показателями может возмутиться и сказать что их это не устраивает то есть насколько трактовка этих показателей зависит от тех или иных нормативов и точек зрения на которых стоит человек который эти нормативы в данном случае пытается применять что касается тяжелого случая до 55 процентов то общем если остаток составляет цитирование то есть цитаты авторское право да как и в предыдущем случае ничего не имеет против но вот скорее всего это забракует хотя это может быть весьма значимый научный текст который никаких норм не нарушает кроме вот этих вот искусственных сложившихся последнее время вот эта та ситуация то взаимное влияние совершенно разных нормативов установленных совершенно разными людьми организациями структурами которая определяет нашу жизнь который очень непросто вычленить и так сказать систематизировать поэтому для нас с вами важнейшим вопросом причем важнейшим вопросом на протяжении всего цикла вебинаров чтобы не разбирали какую тему будет вопрос кто первый вопрос всегда вот леет мотив кто устанавливает правила и всегда ли мы обязаны им подчиняться это первое что мы должны выяснять в каждом конкретном случае вот как я уже сказал именно именно этому вот это вот основная точка основной угол зрения который я беру на этот сезон более того помимо помимо серии вебинаров и курсов повышения квалификации которые будут посвящены вот различным аспектам авторского права и вообще воздействие нормативов на систему научных коммуникаций существует очень большое количество обширных серых зон который не регулируется вообще никак я их буду упоминать вот и мы решили наконец приступить к их обсуждению да этот цикл о котором я говорю цикл вебинаров авторское право просто сложным но у нас будут также специальные мероприятия круглые столы дискуссии диспуты и другие самыми разными спикерами самых разных образ областей научного знания да и в общем-то и организации мы будем организовать широкие дискуссии по самым разным вопросам на на ближайшую из них я вас с большим удовольствием приглашаю следите 6 декабря будет очень интересный круглый стол посвященный влиянию на нашу жизнь искусственного интеллекта насколько он может быть автором соавтором вот или инструментом пожалуйста там где значит будут регулярно публиковаться анонсы этого два telegram канала и естественно сам сайт директ академии но вернемся к нашим вопросам какие проблемы привели к такому положению вещей довольно много вот я выделю 4 основных на мой взгляд во первых это странно звучит исторически исторически сложившиеся безразличие профессиональных юристов вот но это правда система авторского права изначально и на всем протяжении складывалась без какого-либо учета специфики научной коммуникации научных изданий и так это продолжается и до сих пор потому что если мы возьмем первый официальный юридический акт который начал регулировать как-то частично авторские права статут королевая анны или копирайт так вот 1710 года уже прошло больше трехсот лет во сына не там меняется то что стоит во главе угла на повестке дня если вот начале восемнадцатого века это было интересно интересы издателей книг потом значит сейчас у нас индустрия кинопроизводства представленная голливудом индустрия звукозаписи и тому подобное вот нам очень хорошо эта ситуация знакома по системе научных журналов этого будем отчасти касаться проблема в том что систему научных коммуникаций регулируют те же правила что и правила относящиеся к распространению каких-то бестселлеров там Гарри Поттера фильмы аватар и так далее а обширная зона которая остается в регулировании которых мы крайне заинтересованы она специалистов в сфере авторского права практически не интересует вторая проблема я назвал броновское движение нормативов к сожалению сложилось так что у нас любой может попытаться вводить новые правила без какой-либо оглядки вообще на существующие без того чтобы понять какая между ними существует связь и в общем мы пришли к тому что количество действующих правил нормативов она уже с трудом поддается исчислению тоже достаточно неожиданная проблема инертность научного сообщества потому что с удивлением узнал что в нашей стране в российской федерации функция нормативно-правового регулирования интеллектуальных прав она закреплена как ни странно за министерством образования науки то есть за ведомством которому большинство из нас относятся который обладает правом законодательной инициативы но тем не менее в нашем научном сообществе эти проблемы мало обсуждаются они даже толком не ставятся и вот некий такой совокупный образ из называюсь подслушанного этого отношение к проблеме рядового члена академического сообщества скажите мне что надо делать где мне там расписаться где поставить галочку что можно что нельзя и вообще вот я занят важным делом меня не отвлекать естественно ничего хорошего из этого не получается то есть с одной стороны здесь есть положительный момент то что в общем я вынес стойкое убеждение что у большинства людей есть стремление не нарушать не пересекать границы даже у тех кто общение не прочь не прочь по жизни срезать какие-то углы вот ну с другой стороны если мы не осознаем границы вот этих вот серых зон и их проблем то ситуацию мы никак не исправим а этого за нас никто не сделает подчеркивать то что никто в этом кроме нас не заинтересован вот ну и наконец четвертая проблема тоже очень серьезная терминологический тупик который мы пришли мы просто утратили как при вавилонском столпотворении утратили способность говорить на одном языке очень хороший пример попробуйте на досуге сравнить существующие разных акторов определение плагиата просто антиплагиат диссернет какой-нибудь вуз ассоциации научных издателей там комитет бубликационной этики вот там питок возьмите сведите их и посмотрите вы поразитесь насколько они друг от друга отличаются насколько они размыты насколько они вообще разным как вот если вот эти вот пять человек сядут за один стол и будут чего-то обсуждать что у них получится очень сильно сомневаюсь что им это прилично нашей приоритетной целью всегда является ответ на этот вопрос какой норматив данном конкретном случае действует и где проходит его границы давайте попробуем на это взглянуть графически иногда это полезно значит круги в данном случае обозначают некое множество вот нас существует некое множество проблем которые у нас регулирует авторское право в российской федерации мы знаем что законодательство об авторском праве гражданский кодекс четвертая часть других странах я знаю что у нас есть слушатель из белоруссии из казахстана из узбекистана у вас есть закон об авторском праве основные положения там сходные до практически неразличимости потому что они все из одного корня из международной системы охраны авторских прав поэтому в общем положение там мало отличаются даже даже в деталях формулировок то есть вот некая сфера у нас регулируется авторским правом вокруг я специально показал огромная серая зона куча вопросов которые либо не регулируется вообще либо либо слабо либо есть иллюзия того что авторское право это регулирует как в случае с авторством на самом деле это не так вот так все это выглядит важно здесь понять что все таки то что у нас регулирует непосредственно гражданский кодекс или авторское право это обязательно для всех без исключения независимо от того насколько мы там принадлежим к академической системе вот здесь я несколько увеличил укрупнил возникают некие ведомственные нормативы и постановления то есть те сфера действия которых ограничены ведомствами ну я по традиции взял минобр понятно что у нас есть много вузов которые принадлежат другим ведомствам то есть в этом случае просто замените минобр мысленно на там минкульт минздрав или что-то в этом роде нельзя сказать что министерство у нас и ведомство значит занимаются каким-то активным нормотворчеством вот в этой сфере наоборот они всячески стараются этого избегать но все-таки формируется может быть не прямо но косвенная некая некая система в частности отчетности которая заставляет совершать те или иные действия то есть какие-то какие-то регулировки происходит гораздо большей степени это происходит на следующем уровне на уровне локальных нормативных актов которые уже непосредственно касаются вот взял университеты диссертационные советы редакции они тоже могут устанавливать какие-то свои внутренние правила сфера действиях естественно еще более узкая если бы наш мир был идеальным сферический мир в вакууме то это наверное должно было бы выглядеть так то есть все вот эти вот нормативы более низкого ранга они регулировали бы те или иные сферы серых зон тогда бы нам всем было хорошо и приятно вот к сожалению действительности все более печально и сложным границ никто не соблюдает не осознает и зачастую в общем даже и не пытается не хочет их осознавать вот поэтому все нормотворчество у нас идет как бог на душу положит особенно интересные ситуации у нас возникают вместе где вот идут пересечения этих кругов множество вот того что человек фактически стоит и в растерянности озирается не понимает вообще чем им руководствоваться да потому что к одной и той же проблеме есть там три четыре разных норматива из разных источников в общем о чем руководствоваться понятно что в такой системе невозможно жить если не установить некую иерархию и вторая наша приоритетная цель и в общем одна из основных целей сегодня это установить иерархию нормативов изначально вот такая называемая напоминает то что всем нам знакомы как пирамида масло это пирамида не масло хотя это хотя эта пирамида чтобы показать как раз иерархичность в самом основании у нас положение авторского права потом у нас идут ведомственные нормативы потом локальные нормативные акты что важно понимать какие принципы из этого вытекают во первых нужно помнить что в авторском праве зачастую действует принц то есть мы мы привыкли со времен французской революции к принципу что все что не запрещено разрешено в авторском праве зачастую действует прямо противоположный принцип все что прямо не разрешено запрещено это вещь которую надо помнить второе если какой-то нормативный акт абсолютно любой там мнение авторитетных экспертов то есть все кто хочет что-то сказать по данному поводу если что-то выходит за рамки определения законодательства законодательства об авторском праве она будет иметь ничтожное значение если она хоть где-то противоречит какой бы это ни был авторитетный источник какой бы то это ни было лицо облаченной властью любое постановление в этой сфере не может противоречить противоречит прям противоречит тому что записано авторском праве это важный принцип ну вот приведу такой пример сейчас очень модно новая мода значит в каждом университете должен быть документ по названием политика не запчу политика в области секторной собственности ну ладно кто я такой чтобы этому противоречить пусть будет политика ну вот это реальные документы не буду называть университет я думаю что во многих вот эти вот политиках такая фраза присутствует университет декларирует что личные неимущественные права на те результаты интеллектуальной действий которые создаются в университете всегда принадлежат авторам вот но слава богу что университет на них не претендует потому что тогда было бы совсем смешно потому что одно из основных положений в авторском праве мы будем касаться это неотчуждаемость личных неимущественных прав ни при каких обстоятельств то есть декларируй не декларируй вы не имеете никогда не будете иметь никакого права претендовать на личные неимущественные права автор какой бы у вас контракт не был с этим автором как бы он вам не был обязан сколько вы денег платили вы не можете получить не можете противоречить положением выше лежащего закона скажем так ну и еще один важный момент сфера действия любых локальных нормативов всегда строго ограничено их сфера применения ограничена тем где они были постулированы да то есть если редакция какие-то норматива будет это будет касаться исключительно тех журналов и книг которые издаются в этой редакции если в усту это исключительно рамки вуза диссовет уже соответственно никак не влияет на другой диссовет тоже я хотел найти какой-то пример вот мне показалось что исторически удачный пример это августбургский мир известный мир который в 1555 году прекратила религиозные войны но не прекратила скажем приостановил скорее так мы все помним что потом была 30-летняя война вот но опять-таки больше трех десятилетий велись боевые действия между католиками и народившимся протестантизмом пришли к невозможности победы одной из сторон нужно было какие-то принципы заложить чтобы хотя бы какое-то время дальше друг друга не убивать и заложили краеугольный значит такой принцип кую среди религию значит переводим нас чья земля или чье правление того и религия или там чья земля того и вера то есть когда вероисповедание в том или ином государстве а мы понимаем что государство там германия 16 тем более 17 века такое лоскутное одеяло где там государство заканчивалось прямо за речкой вот начиналось следующее государство вот но религия определялась по тому вероисповеданию насчет которому принадлежал властитель князь грамм угодно если вы принадлежали другой религии то ли либо вы должны были сидеть там тихо либо пожалуйста идите за речку другое княжество где где сидит католик протестант который вам ближе пою то есть принцип нельзя расширять границы применения вот вот строго в рамках этих границ пожалуйста вы можете свои принципы устанавливать к сожалению принцип мало кто пытается осознавать и соблюдать что касается наших с вами нормативов до соответственно конечно у нас и уровень проблем которые возникают в результате нарушения у нас различные нарушаем чем не обязательно не обязательно он различается по масштабам ну отличие скорее другой казалось бы вот это вот иерархии интуитивно понятно но у нас вмешивается решительно еще один фактор за его рекомендации да там насчет первое это не ссоре это копыда комитет по публикационной этике международный сюда же могут входить и очень многочисленные какие-то сложившиеся традиции вот рекомендации могут быть странными вот советы дяди пети это такой собирательный образ значит у каждого есть там сосед дядя петя ну прошу прощения у тех кого зовут петр да не хотела никого оскорбить но просто какое-то имя должно было быть то есть человек который имеет мнение все знаем таких людей по каждому поводу него смене он им активно делится вот как правило значит его никто об этом не просит но он всегда рядом самая самая широкая сфера потому что скажем когда я говорю от выступая на вебинаре и не ссылаюсь четко на какие-то положения то в общем то что я говорю тоже может быть расценены как советы дяди пети рекомендации могут быть очень веселыми как он тебе плагиатом их так всегда очень смешно корректирует задним числом или они могут быть весьма толковыми как в случае с копой более чем толковый если бы скажем мы бы сказали у нас есть пять минут на одно движение чтобы вот из тех нормативов которые в этой пирамиде стоят сделать сделать какую-то боеменементную систему сам самым простым и разумным было бы взять рекомендации копы и соединить их с положениями авторского права получившийся результат был бы наилучшим пожалуй да хотя требовал бы конечно большой корректировки но здесь действует общее правило чтобы рекомендация любая рекомендация стала нормативом и и необходимо как-то официально в качестве такого принять пожалуйста у нас есть много редакции научных журналов которые постулируют то что у нас мы руководствуемся тем что пишет копа все что пишет копа в граните отливается и вообще это устав в котором все написано я с этим не особо согласен ну то есть какое-то право на это есть мы здесь конечно в принятии рекомендации очень часто доходим до того что называют терминологическим низко по клостам потому что в результате на русском языке получаются вот такие вот предписания которые если сейчас зайдете на сайт большинства наших научных журналов которые либо в скопусе либо стремящиеся вечно туда то в положении о редакционной этике вы найдете вот такую вот ерунду никто никогда меня не ответил на вопрос каким образом они там получают информацию о расе поле и сексуальной ориентации выглядит это все мягко говоря странно не говоря о том что ну собственно я декларирую не декларирую но если редактору человек не нравится найдет миллион способов ему отказать несмотря на любые декларации на сайте я понимаю что это слизана с запада просто переведено на русский язык я понимаю почему это существует там потому что но они какие-то вещи должны постоянно декларировать днем и ночью но зачем делаем мы ну не знаю есть такая не знаю то ли легенда то ли были ну случае в действительно имел место который стал основой для нее по 44 году понятно что вторая мировая война идет у американцев был мощный четырехмоторный бомбардировщик b29 которого у нас на тот момент аналогов не было он совершил вынужденную посадку на нашей территории мы его не отдали это было на дана команда значит его полностью скопировать чтобы сделать сделать наш советский аналог так получился самолет под названием ту-4 комичность ситуации в том что значит на том самолете который приземлился на одном крыле было отверстие ну просто как бы кто-то просверлил там не знаю там во время строительства самолет или случайно при ремонте то есть вообще никакой функциональной нагрузки она не несло назначение его никто не понял причем я думаю что чем уровень компетенции наших конструкторов явно был таким что можно было догадаться что его и не может быть но всякий случай эту ошибку повторили то есть во всех самолетах ту-4 которые выпускались зачем-то делали лишнюю операцию сверлили дырку в крыле вот то что мы сейчас с вами видим на экране это вот такая вот дырка в крыле смысла никакого нет при этом на в том же в тех же протоколах этических мудрецов если вы попробуете понять что они имеют ввиду под плагиатом у вас возникнут существенные проблемы ну и я должен упомянуть в качестве примечаний что ситуация в которой мы с вами находимся один и тот же субъект то есть мы с вами мы можем совмещать сразу несколько ролей причем в рамках одного и того же объекта интеллектуальной собственности то есть быть и автором и в какой-то мере издателем и соавтором и человеком который использует чужой контент то есть лицензиатом и вот все эти переходы они такие очень очень неявны для нас зачастую вот ну и кроме того мы живем в цифровую эпоху и все технологии которые вошли в нашу жизнь они делают процесс вот перехода объекта интеллектуальной собственности из одного состояния в другое во первых внезапным вот люди внезапно смертно объект интеллектуальной собственности внезапно меняют свое состояние и зачастую в общем для нас незаметно всегда привожу простой пример понятно практически любому то есть вы читаете лекцию хорошо нет проблем использование чего-то в учебных целях в образовательных целях лекцию записывают на видео то есть появляется уже объект интеллектуальной собственности видео видеозаписи пока ее там размещают у вас вузовской системе в мудле ничего страшного нет потом ее вдруг открывают там всеобщий доступ и где-то там попадает пункте ps вот и и вас причем об этом никто там не спрашивает и не ставит в известность и все вот так стремительно меняется цена ошибки в цифровую эпоху многократно возрастает уж если раньше перевести объект из одного состояния в другое нужно было сделать достаточно много манипуляций сейчас зачастую достаточно нажать кнопку это надо иметь ввиду и так уже непосредственно к больше к теме сегодняшней лекции с каким же все таки типовым набором проблем которые связаны с авторским правом с интеллектуальной собственностью мы сталкиваемся чаще всего причем это столкновение происходит тут важные факторы мы сталкиваемся а постоянно б на протяжении всей своей так сказать карьеры начиная от студенческих времен и тех высот которые кому то сказать кому каких удается достигнуть вот на мой взгляд это спорно дискутируемый вот мой взгляд такой типовой набор раньше я говорил что это цитирование плагиация авторство и служебные произведения в принципе я бы сюда бонусом добавил сейчас проблему свободных лицензий creative commons и более широком смысле проблему научных коммуникаций связанных с открытым доступом open access вот но мы об этом сегодня говорить не будем значит мы будем заниматься вот первыми четырьмя кратко рассмотрим и кратко каждый из этих пунктов мы рассмотрим по тем углом зрением которые мы избрали изначально так уже непосредственно переходим к вопросам существует ли границы у цитирования или сколько я могу цитировать это наверное я не знаю как сейчас еще два-три года назад это был самый популярный вопрос который исходил вот членов научного сообщества я не знаю просто популярнее какой на него могут быть может быть ответ ну давайте двигаться по нашей пирамиде значит снизу вверх мы сразу выясним что в авторском праве никаких вообще никаких запретов на цитирование и самое главное действующих ограничений от объема этого цитирования допустимого не существует искать их бесполезно поэтому запреты на цитирование текста или на ограничение вот этих вот наших процентов они вызывают юристов серии авторских прав таки очень недоуменные взгляды все отношение к цитированию в авторском праве базируется на положении еще разработаны в рамках бердской конвенции это первое международное первый международный договор по сути который регулировал общие взгляды на авторское право в разных странах когда значит трансграничные переходы собственности стали достаточно частым явлением то есть 1886 боюсь ошибиться начнет конец 19 века но там это формулировалось что да пожалуйста цитируйте да при условии что цитирование у вас осуществляется добросовестной в объеме про оправданном поставленной цели как как определить что оправдывает поставленную цель никто не написал но надо сказать что такая проблема перед теми кто делать формулировки не стояли потому что в общем научная коммуникация их не интересовала я вот нашел такую литографию да это заседание русского общества книгопродавцев издателей значит вот они решают присоединяются ли россии к бердской конвенции и как на и возможно кто-то из этих людей имеет какую-то там ученую степени звания на но они явно обсуждают совсем другие вопросы не издание научных журналов не то как должны распространяться научные статьи и какая у них там специфика это вопросы коммерческого из коммерческого использования литературных произведений поскольку у нас с вами как правило речь идет о некоммерческих вещах мы их как не волновали в конце 19 века так и не волнуй сейчас такой момент на который я всегда обращаю внимание поэтому больше ста лет всех все устраивало вот образец скажем европейской монографии изданы в германии возможно кто-то смотрится телефон и плохо видно да ну вот там условно оригинальный текст на левой значит странице две с половиной строчки на правой странице 6 то там наполнен ссылками цитатами и упоминания тем не менее абсолютно нормальная работа человек заслуженно получил докторскую степень и потом построил успешную академическую карьеру в данной области данная работа была признана научным сообществом как вполне достойная никаких проблем с этим не было но несколько лет назад у нас началась борьба за чистоту рядов начали бороться с таким на тот момент масштабным явлением как плагиат который естественно вырос тоже по техническим причинам тоже появились компьютеры и два действия копии пейс позволяли любые объемы текста из любых мест очень быстро быстро копировать и вставлять появилась возможность очень быстро фабриковать научные и образовательные тексты любой величины а если вы не соблюдаете при этом авторские права то общем и ограничений каких не было так что проблема действительно существовало появились различные коммерческие структуры которые эту проблему решали в том числе небезызвестная компания антиплагиат которая одарила российское научное сообщество таким понятием как процент оригинальности появился он достаточно случайным я я не знаю историю умалчивает как это было я предполагаю что взяли взяли текст текст составляет сто процентов вышли не из него плагиат насчет обозначили красным цветом чтобы избежать лишних юридических претензий назвали его заимствование сейчас там постоянно меняют там совпадение или как-то там не важно абсолютно в остатке значит вышли не цитирование и вот некий сухой остаток получился и не нашли ничего лучше как назвать его оригинальный текст в общем не знаю больше половины проблем которые омрачают сейчас наше существование связано с тем что существует процент оригинальности который в общем никакого смысла не имеет но вернемся значит к к цитированию как явление любые нормативы как я уже сказал которые могут действовать в ношении его могут носить только локальный характер потому что наш фундамент авторское право никак цитирование не ограничивает то есть все вот эти вот нормативы я не я просто не знаю как бы исключений возможно они существуют они являются производные вот введение вот этого дурацкого процента оригинальности как только вы начинаете измерять процент оригинальности цитирование становится злом потому что она его уменьшает вот такая вот ситуация вообще восприятие оригинальности ну не знаю требует какого-то отдельного серьезного исследования очень под вопросом а что с нами не так потому что из тех же протоколов этических мудрецов там прям пишут авторы должны гарантировать что написали совершенно оригинальную работу и коллеги какая может быть оригинальная научная статья в двадцать первом веке не говоря о том что формат научной публикации очень признанный им рад вообще прямо подразумевает что вы бесконечно должны там кого-то цитировать на кого-то ссылаться и там вообще непонятно где вам оригинальный текст на свой вставлять в результате мы пришли к такому вот всеобщему абсурду я в какой-то момент родил два в два предложения которые мне очень нравились что попытка любой научный текст рассмотреть как суи генерис она обречена на провал потому что новизна вообще это является с одной стороны основной характеристикой когда мы пытаемся измерять прирост прирост научного знания но она не не единственный критерий для его анализа и как бы мне не нравилось это определение казалось бы она мне красивым или нет они понятно что вообще что вообще с этим делать выясняется что вариантов если вы попали под каток процент оригинальности которые вам в той или иной локальной сфере запрещает вам цитирование сверх определенного объема в общем вариантов действия достаточно немного для борьбы с процентом оригинальности кое-где можно постараться переубедить есть во первых есть человек с которым можно общаться живой они вот как в системе допустим того вуза на который я ссылался когда вы свой диплом сдали он куда-то пошел машина его проверила у вас получился показатель меньше 80 процентов у вас проблемы и разговаривать там там просто нет человека с которым будете разговаривать он будет возвращено вашему научному руководителю вы с ним там будете четку метки ну хорошо если договоритесь уйти в другое место да есть вариант когда у вас есть выбор в случае диплома его нет в случае скажем диссовета он достаточно ограничен потому что скажем количество диссовета по вашей специальности конечно в случае журналом может быть немного больше но тоже если у вас какая-то узкая специальная статья их не так много вот поэтому как правило мы приходим к третьему варианту вспомните чья земля того и вера что здесь действуют такие правила смиряться тогда ничего не остается делать как заниматься дурным трудом и переписывать цитату своими словами более абсурдного действия мне представить сложно такие же абсурдные могут быть но более вряд ли вот но это это реальность который мы живем в то же время времена меняются и меняются в нормальном мире возможности для цитирования они расширяются масштабы возможности я специально как пример привожу такой кейс варламова ну варламов известный блогер и бывший или нынешний лидер общественного мнения не в этом дело как известно он там во время своих вояжей очень много фотографировал очень много публиковал фотографии и в разные средства массовой информации у него эти фотографии очень любили тырить ну или заимствовать но правда делали ссылку на него ну просто размещали значит на на своих сайтах его это очень сильно обидело когда он посчитал сколько он денег могут заработать и по ней заплатили подал суд дело дошло до верховного суда рассматривалось там у нас конечно не прецедентное право но тем не менее вот есть вердикт верховного суда российской федерации который распространил возможность цитирования звучит достаточно странно цитирование изначально по определению по по происхождению термина но не может относиться там как каким-то визуальным вещам да он к текстам да но тем не менее да вот можно цитировать фотографии нужно соблюсти только ряд требований требования абсолютно разумные начну понятно что должно указать авторы источник заимствования важно что действительно это было изначально где-то опубликовано на законных основаниях то есть вы это не крали вот третий пункт не безумно нравится значит цитирование допускается в научных полемических критических информационных учебных целях в целях раскрытия творческого замысла автора то есть в любых целях если вас просят выбирайте любую и и и вы попадете ну и до объем цитирования должен быть оправдан целью цитирования но как фотографию там по фотографии хижить естественно будете публиковать и целиком тем не менее значит вот есть такой вердикт на которую уже можно там как в какой-то мере ссылаться ну и вообще в образовательных целях нам законодатель позволяет достаточно широкое использование иллюстративного материала вот поэтому цитирование мы закончили переходим плагиату второй наш вопрос почему плагиат обреченного не на вечные муки пожалуй самая главная тема сейчас касательно авторских прав наушном сообществе это самый часто встречающийся это плагиат я это называю апогеем терминологического тупика по той причине о которой я уже упоминал если вы попробуете дать определение тому что такой плагиат точнее взять его у действующих лиц вас ждет очень большое разочарование потому что вот сколько сколько определений практически сходных там я не помню вот тем не менее для для понимания нам достаточно того что у нас написано в той книге с которой всегда нужно начинать большой академического русского языка филологи знают толку определениях они вот четко формулируют что это выдача чужого произведения за свое или использование своих трудах без ссылки на автора все на самом деле как вполне достаточно изначально от латинского плагиары сначала термин означал кражу рабов потом кражу человека в данном случае мы не крадем естественно непосредственно человека не те времена вот но и и вот юридическое определение хотя здесь гражданском кодексе значит само слово плагиат не упоминается но это фактически кража в кавычках кражи части личных неимушных прав авторов которые принадлежат автору произведения в том числе право авторства и право автора на имя то есть это кража имени по сути берете интеллектуальную собственность принадлежащую человеку как как бы стираете его ими пишите на нем свое вот в принципе этого определения вполне достаточно для того чтобы понимать для себя что такое плагиат вот то есть это нарушение личных неимушных прав автора важно понимать что эти права не отчуждаемые бессрочные а вот уже упоминал потуги значит эндского университета которые говорили что да мы не претендуем на личные неимушные права никто не может это претендовать потому что любой отказ от права на авторс даже если вы письменно отказались этот отказ юридически ничтожен эти права принадлежащие принадлежат вам на вечные времена вообще я советую избегать попыток иных определений потому что возникает путаница поскольку я уже сказал масса иных определений у всех стейхолдеров свое и у каждого гражданина свое в декабре у нас 20 декабря будет интересное мероприятие которое как раз во многом будет посвящено тому а как мы собственно говоря как мы видим плагиат что мы воспринимаем под плагиатом и под другими нарушениями публикационной этики у нас есть интересное исследование Валерия Алексеевна Васильева из питерского РАНХИКС и мы эти вопросы будем в неформальной обстановке обсуждать но подчеркну поскольку то что касается плагиата прямо регулируется авторским правом то есть гражданским кодексом и однозначно там запрещено любые попытки разрешить плагиат разрешить плагиат в кавычках в любом объеме любым способом они юридически ничтожны то есть иные нормативы здесь просто работать не могут даже если кто-то попытается их установить как в случае с уважаемым вузом который сказал что да если 80 процентов оригинальный текст якобы оригинальный то нас не интересует то что там представляет из себя 20 вас это может не интересует но ваше мнение в данном случае будет юридически ничтожным если там плагиат еще важный момент на котором я остановлюсь это в данном случае с комментариям к гражданскому кодексу то что на вот это нарушение право на авторство право на имя и другие не распространяется исковая давность вот это вот определяет как раз вечность мук плагиатора то есть совершив факт вот этого нарушения вы под дамокровым мечом находитесь всю оставшуюся жизнь в любой момент если у нас там сроки исковой давности даже по тяжким преступлениям везде в любой стране и в россии в том числе они ограничены то по плагиату таких ограничений нет это важный момент другой важный момент этого нарушения очень легко избежать вот если вы просто даже ставите простой типографский знак кавычки уже достаточно этого для того чтобы избежать обвинения в плагиате потому что просто вы декларируете то что текст не мой все то есть вы может быть и берете чужое но не выдаете его за свое да еще ряд моментов есть определенные объекты которые не являются объектами авторского права тем не менее я очень настоятельно рекомендую оформлять их как цитаты потому что это уже некрасиво выглядеть с точки зрения научной этики такой текст и если к вам не будет юридических каких-то претензий в этом отношении и может быть потому что это не объект авторского права вот то скажем традиция в сфере научных публикаций может посмотреть на это по-иному а надо понимать что если мы и избегаем юридической ответственности то скажем утрата части научной репутации она для нас зачастую может быть гораздо более весомым с точки зрения тяжести последствий что это за объекта они все все подчеркиваю перечислены в соответствующем месте в шестом пункте статьи 1259 гражданского кодекса там длинный список вот эта статья является источником вдохновения для антиплагиата когда они говорят о технических заимствованиях ну с неизбежными для антиплагиата неточностями передергивания там постоянно они там то не говорят что список закрытый то то не закрытый у них это менялось там на протяжении последних лет несколько раз их позиции не являются плагиатом различные технические нарушения вот не точное цитирование дублирующие публикации множественные публикации да они могут быть нарушениями научной этики или публикационной этики но это не плагиат ну и вообще надо понимать что вот есть исследование которое допустим показалось что подчеркиваю ведущих научный шутал а четвертая часть ошибочно то есть мы тут общая проблема скажем качество подготовки научных текстов скорее но все-таки это другое да какой объем плагиата допустим такой вопрос очень странные вот но но наверное можно его задать перефразируем там лишат ли вас дипломы ученой степени отзовут ли вашу статью если у вас там пара предложений значит заимствовать скажем так ну скорее всего нет но всегда возникает вопрос а где это внешняя граница даже пусть у вас 10 10 процентов плагиата но это не 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 кусок текста откуда-то значит украдены по два предложения раскиданы там-сям ну у нас хороший пример вот когда мы пытаемся устанавливать какие-то какие-то границы значит точнее рамки выхода за границы как вот норматива это все мы всем всем известное значит правило дорожного движения относительно скорости если есть ограничение там 40 или 60 километров в час максимальной скорости то сейчас по нынешнему пдд значит на 20 до 20 километров превышение их нарушение не считается получается что разрешено не более 60 но если вы едете там 79 до километров в час то в общем вас не оштрафует спрашивается зачем вы тогда ограничиваете 60 то есть всегда в таких случаях творцы до начинают творить вплотную так сказать вот к разрешенному нарушению ну естественно попытка антиплагиата выдать выделять там фразы как они часто делают фразы из трех четырех слов это уже там что такое за гранью добра и зла я просто даже про это говорить существует еще определение копы я не понятно что это опять таки имеет прямое отношение к делу действительности да это выдать чужое за свои бессоответствующие ссылки но вот сразу возникают проблемы что из себя представляет надлежащее признание в каком случае его можно считать уже надлежащим что вы так сказать достаточный пиетет к автору проявили или недостаточно не определяет или значит вот важный момент копы значит говорит о том что и данные и слова ну по сути текст и теории вот это очень неоднозначный момент потому что если мы смотрим на положение авторского права там прямо написано авторские права краски на идеи концепции принципы методы процессы и так далее том числе так понимаю теории на открытие и факты не распространяется авторское право это не защищает здесь хороший 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 пример это секрет производства кока-кола данного отношения и эта проблема эта проблема потому что по сути законодательство об авторском праве не защищает главное чтобы нам хотелось защищать его в системе научных коммуникаций далее могу ли использовать собственные тексты повторно вопрос как вы уже догадались касается самоцитирования возьмем кейс два с половиной вот вошедший в нашу жизнь сравнительно недавно лет пять может быть да если плагиат это чужое выданное за свое что тогда сам плагиат ну который опять калька с английского очень часто считают самоцитирование но в недавнем прошлом самоцитирование считалось исключительно то когда вы размещали в своей работе ссылки на самого себя чтобы улучшить ваши собственные наукометрические показатели в таком отношении она существует там с незапамятных времен и даже в россии первая статья посвященная вот этому вот этому вот явлению она полу датирована 1985 вот спокойно это было все уделом даже не наукометров а таскать какой-то небольшой части исследователей в области наукометрии не такая большая масштабная проблема никого насильного не волновало пока значит в очередной раз не началась борьба за чистоту рядов в дело не мешалась в россии компания значит антиплагиат и решила что самоцитирование нужно исключить то есть во первых мерить по многочисленным поискам трудящихся не установленных во вторых процент самоцитирование исключить из процента оригинального текста чем подложила огромную свинью более того значит они пошли дальше все вы хотя бы раз жизни видели либо эту статью либо эту таблицу которую значит постоянно нам пихают о том как якобы что можно что нельзя в зависимости от жанра научной работы в отношении самоцитированием таблица по мнению авторов статьи сама по себе является анализом и самостоятельным исследованием она полностью высосан из пальца не из какого таскать какой конкретно палец авторы использовали я по я по этому поводу уже неоднократно высказывался все что думаю не хочу здесь повторяться ну кроме того что наверное последний вебинар который я проводил по этой теме и когда назывался на цитирование апофеозом академического абсурда он странным образом совпал с тем что через небольшой промежуток времени компания антиплагиат потерла у себя на сайте все старые записи всех старых вебинаров по самоцитирование вот обновила так сказать свои взгляды на предмет данную статью уже так так откровенно не пихают нам с вами но значит дали нам вот мастер-класс по цитированию от компании антиплагиат и ссылка на статью на ту же самую таблицу но вот обращаю ваше внимание на поле где значит пересекаются диссертации диссертации да то есть ну вроде как нас учили что цитата должна быть точной они вот тут решили чего-то добавить не буду комментировать скучно что касается значит самоцитирование что касается норматива до авторском праве как вы уже наверное поняли никаких запретов на повторное использование собственных текстов нет кроме тех случаев когда вы кому-то на этот текст уже передали исключительно лицензию или исключительно права как вам больше нравится об этом говорить но даже в этом случае вы сохраняете полное право осуществлять цитирование пункте авторское право вас в данном случае не ограничивает вот что касается значит если уж это у нас законодательно не запрещено и никак не регулируется может быть все таки как-то регулируется там какими-то иными актами традициями для того чтобы в этом говорить необходимо все-таки строго разделить чего не делают антиплагиат и авторы данной статьи которые цитировал всегда строго разделять две проблемы проблема дублирующих публикации когда один и тот же текст целиком или по большей части пытаются опубликовать второй раз без соответствующей ссылки на предыдущую публикацию и те случаи которые вы цитирую в которых вы цитируете фрагменты собственных текстов то есть собственно самоцитирование то что это совершенно разные разные проблемы разные вещи и понятно что вы в рамках своей академической научной карьеры вы вы не можете цитировать себя потому что вы как правило занимаетесь исследованием ту или иную тему достаточно много лет некоторые всю жизнь некоторые десятки лет некоторые годы то есть у вас идет ряд публикации где-то в процессе вы защищаете диссертацию где-то выступаете с докладом вы не можете каждый раз писать новый текст более того как бы но это бессмысленно некие вещи по-другому не скажешь вот но жизнь нам показывает что если плагиат начин антиплагиат начинает что-то измерять то общем вскоре это обретет некий сакральный смысл как с процентом оригинальности и вообще ждите проблемы театра абсурда очередного подчеркиваю да что любые нормативы которые где бы то ни было существует в отношении самоцитирования они носят локальный характер в диссертациях и дипломах как правило все таки ну здравый смысл вам подсказывать что это нормальное явление вот единственно где это может быть допустимо в научных статьях собственно говоря из сама борьба с явлением она началась журналов конкретно с медицинских журналов когда появление очень часто на основании одной и той же информации делали целый ряд публикаций все это повторялось в какой-то момент это редактор медицинских журналов надоело они стали это ограничивать вводить ограничения сама проблема в общем носит достаточно локальный характер так ну и чем потенциально опасен наш коллега по исследованию естественно большинство наших коллег по исследованию милые люди поэтому они коллеги ничем они особо не опасны но как вы наверное догадались речь пойдет о соавторстве потому что вот это один большой клубок неразрешимых проблем огромная серая зона потому что хотя вроде бы в авторском праве есть соответствующие статьи которые там чего-то все описывают но четкого однозначного регулирования вопросов соавторства в частности запрета на то чтобы кого-то включать состав соавторов не существует очень часто мы сталкиваемся с этими проблемами именно что кого-то кого-то не включили вот из тех кейсов которые мне прислали перед вебинаром как ни странно неожиданно оказалось большая часть посвящена именно этому какие-то случаи человека не включали включили вместо него тех кто вообще никакого отношения не имел регулируется ли это как-то да есть гражданском кодексе значит описание значит каких случаях люди признаются с авторами есть положение что они не вправе без достаточных оснований запретить потом произведение использовать вообще отдельная большая тема и нужно будет посвящать значит отдельные наверное даже дискуссии начиная с дискуссии они с вебинара по факту очень сложно с этим потому что регулирование четкого нет есть положение что не признаются с авторами по сути технические работники то есть реакторы редакторы консультанты и так далее спонсоры нельзя спонсора брать соавторы организаторы вот но есть исторический факт можно признать соавтором своего кота значит мы все это знаем знаем этот казус 70-е годы fdc willard вот по кличке честер которого американский физик взялся автором а там отпечаток его лапы о чем это говорит но это конечно казус такой скорее всего для для смеха взял а не потому что как он сказал не хотел местоимение мы в тексте переделывать на местоимение я вот но по факту это говорит что регулирование у нас находится в серой зоне то есть если кто-то берет соавторы человека не имеющего никакого отношения к статье то практически как-то на это повлиять возможности не вижу более того научное сообщество доводит тему соавторства до абсурда вот эти вот все значит статьи рекордсмены 5000 соавторов 20 тысяч соавторов одной статьи или 15 не помню какой сейчас рекорд это конечно бред потому что ставить знак равенства между соучастниками некоего исследования и соавторами текста статьи это очень большая ошибка которая будет иметь большие последствия единственная рекомендация рабочие в данном случае это как-то договариваться на берегу то есть предварительно особенно если у вас долгое плавание то есть проект грант у нас в россии к сожалению отсутствует традиция практически всегда регулировать заранее а как будет с интеллектуальной собственностью как будет со статьями которые будут писаться и публиковаться авторским коллективом насчетку по результатам гранта или следу потом всякие взаимные обиды и претензии то есть по факту все регулирование в серой зоне из-за практических проблем вот ну и повторю много раз буду повторять что по законодательству авторское право на идеи не распространяется поэтому если вы кому-то приватной беседе поделились с ними свои замечательные идеи или какими так сказать своими методами или чем-то он потом это опубликовал и на вас никак не сослался он не хороший человек с точки зрения морали и этики он абсолютно не подсудим с точки зрения авторского права к сожалению и доказать что он нарушил значит научную этику и публикационную этику для вас скорее все будет весьма затруднительно вот такая вот у нас ситуация так ну и наконец последний вопрос на сегодня всегда ли прав начальный крест или если речь идет об авторских правах и какие у нас есть права помимо обязанности речь идет значит естественно о служебных произведениях мы подошли к последнему пункту ну казалось было служебное произведение же в силу того что они служебные это как раз раздолье для ведомственного нормотворчества вот отнюдь нет потому что все-таки авторское право регулирует все вещи касательно интеллектуальной собственности она нам недосмысленно говорить что автором произведения она изначально признается гражданин который его создал я не буду сейчас за недостатка времени останавливаться на презумпстве авторства мы все равно с ней будем работать так скажем свинья который нам подложили юристы законодателям если чтобы служба медом не казалось служебные произведения имеют достаточно четкие критерии собственно говоря их три для того чтобы служебное произведение было признано таковым недостаточно просто приказа ректора или распоряжение там по редакции по научно-исследовательскому институту значит она должна четко входить в официальные служебные обязанности работника четко входить это значит оно должно отражаться во всех документах в трудовом договоре соответствовать штатному расписанию во вторых должно создаваться в рабочее время и в третьих за это еще должно выплачиваться вознаграждение ну тема такая достаточно длинная но вот это три критерия которые нужны для правоты начальника теперь представьте что у вас значит сотрудник работает там на две десятых ставки или он работает как административно значит управленческий персонал в служебной обязанности которого не входит писать статьи или у вас статья издается в вузе из которой два соавтора внешних как вы на нее будете права приобретать как служебные произведения то есть проблем здесь гораздо больше тут еще есть вишенка на торте значит всегда еще на каждое произведение нужно акт перевод передачи если меня слушают кто-то из административного управленческого персонала подумайте как часто вы делаете акт перевод передачи на каждую статью научный отчет и так далее скорее всего вы не делаете никогда вот то есть закон у нас всегда на стороне слабого слабым у нас является автор поэтому такую политику вот глобальный регулировать глобального регулирования в сфере служебных произведений можно реализовать каком-то небольшом научно-исследовательском институте академическом но вот едва ли едва ли это реализуемого вуза без заключения лицензионных соглашений ну и напоследок вот как как пример что все не так просто и выполнение трудовых обязанных на принципиально выполнение трудовых обязанностей это вот статья не совсем имеющие отношение к нам да но даже в случае когда некая там сказать полезная модель или промышленный образец создаются с использованием и денежных и технических и иных материальных средств работодателя но не в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания которое было прописано и подписано не будет признанным служебным то есть просто локального акта недостаточно вот все регулируется гражданским кодексом и для того чтобы контент попадал уверенно попадал под определение служебного произведения необходимо выполнить ряд условий я их выше перечислил так ну что ж мы с вами заканчиваем я очень жду вас на следующем вебинаре который будет уже в понедельник там мы конкретно будем разбирать что называется базу и основ касательно авторских прав конкретно рассматривать как зарождаются автор как возникают ваши авторские права в какой момент они возникают как осуществляется процесс передачи какие проблемы возникают защитой авторских прав и все это мы будем делать опять таки сквозь призму не только законодательство об авторском праве но и вот всех нормативных актов которые действуют если кто-то желает значит познакомиться более серьезно приобрести дополнительные компетенции уже в декабре как сказал татьяна викторовна стартует курс повышения квалификации авторское право в современном университете 8 занятий 72 часа тот кто его закончит может с уверенностью рассказывать другим как именно нужно трактовать отчет антиплагиата с точки зрения нормативов и вообще так сказать уверенно ориентироваться в пространстве так давайте я посмотрю вопросы коллеги да значит а если акта приема-передачи вопрос юлия горячковской если акта приема-передачи нет и оплаты тоже нет у вас все зарплату входит значит у вас все в зарплату входит не проходит извините за такой каламбур я не знаю как сейчас вот одно время там несколько лет назад была целая серия судебных процессов как раз вот иски значит относительно признание или не признание произведения служебного работодатели проигрывали практически всегда в одну калитку просто потому что у них никогда не было вот этого полного пакета документов все законодатель определяет должен быть акт приема-передачи должна быть оплата если ее нет не важно то что думает руководство не важно то что думает даже так сказать вектор вашего университета какие бумаги были подписаны как как эти распоряжения звучат если не выполнены эти условия ну скорее всего вы победите хотя авторское право такая сфера как бы порой порой до принимаются инстанциями решения в общем странные скажем так так я видел тут еще вопросы так алексей меденков читаю случае если научная или научно-практическая статья была использована как основы естественно доработанная стандарта процедуры инструкции т.д. коммерческом предприятии как понять полги от или нет и каков процесс благодарю да очень часто почему-то насчет вопросов звучит наличие или отсутствие коммерческого аспекта вообще принципиального значения это не имеет это имеет принципиальное значение если это сказать кому-то будет присуждать денежную компенсацию или что-то такого но для принятия решения нарушения это или нет неважно значит я пытаюсь сейчас понять значит так статья была но вот здесь весь вопрос будет деталь из дьявол всегда в деталях потому что была использована как основа естественно доработанная если использовались идеи принципы открытие то и и так далее да то как я вам сказал никаких претензий с точки зрения авторского права быть не может такая ситуация если вы взяли я не знаю текста текст статьи из не согласовав с автором с незначительной переработкой его использовали значит для там какой-то инструкции в коммерческом предприятии ну да это скорее всего будет плагиат а вы можете значит давайте я сейчас перекручу слайд да вот telegram канал вы можете мне там прислать или в личном сообщении прислать более подробный кейс я и я с удовольствием рассмотрю вам отвечу потому что вот на вскидку да если вы использовали идеи то не плагиат если вы использовали текст причем явно видно что это большие куски этот текст то здесь могут быть проблемы так лариса горбунова ваши бы слова до гельфанда в уши не против того чтобы гельфанд меня услышал но не очень понятно какие именно слова должны до его ушей дойти вот если конкретизируете да смогу ответить так ну что ж до презентацию можно скачать по вклад значит во вкладке она там есть пожалуйста запись тоже будет опубликована в любой момент вы можете через telegram канал или значит я указывал там telegram телеграм-канал директ академии или значит через какую-то форму на сайте вы можете задать свои вопросы прислать свой кейс если значит будет в моих силах компетенции я обязательно постараюсь вам ответить а сейчас я с вами прощаюсь благодарю вас за внимание жду вас понедельник ну и надеюсь что весь сезон мы с вами проведем в тесном сотрудничестве всего доброго коллеги